Всем привет! Ко мне поступил вопрос, как сделать большие ромби. Вот в этом уроке я хотела вам и показать как раз таки, как их делать. Смотрите, в ромбике у меня лицевые петельки. Их можно также провязывать изнаночными. По ходу вязания вы потом посмотрите, где мы провязываем вот эти лицевые. Там можете провязывать изнаночные. Тогда вид узора немножечко поменяется. То есть у вас лицевые петельки будут вот эти вот поворотики лицевыми, сами ромбики. А внутри ромбика будут петельки изнаночные. Итак, раппорт моего узора составляет кратное 8, то есть 8 петелек. Набираете количество петель кратное 8, я набрала 32 плюс 2 кромочные. Это количество петель, которые я набрала для своего образца. Итак, первый ряд. Кромочную снимаем. Затем первые 2 петельки нам нужно поменять с наклоном влево. Провязываем сначала вторую петельку лицевой, не снимаем. Затем первую лицевой и снимаем. Таким образом мы провязали наклон влево. Теперь это получается 2 петельки нашего узора. 6 петелек довязываем просто лицевые. 2, 3, 4, 5 и 6. Один раппорт мы связали. Теперь повторяем. С наклоном влево провязываем 2 петельки. То есть за заднюю, получается вторую петельку провязываем лицевой, а затем первую снимаем. Снова провязали с наклоном и 6 лицевых довязываем. 2, 3, 4, 5, 6. Снова повторяем раппорт. За, получается, вторую провязываем лицевой, первую провязываем лицевой, не снимаем. Снимаем теперь, когда уже довязали первую петельку. 6 петелек, раппорт довязываем до конца лицевыми. Провязали 6 лицевых. Теперь снова меняем вторую петельку. Провязываем лицевой, не снимая первую петельку лицевой. Снимаем. И 6 довязываем раппорт узора нашего. 5, 6. Изнаночная, кромочная. Разворачиваем наше вязание. Второй ряд. Вяжем полностью все петельки лицевые. И все четные ряды, 2, 4, 6, 8 и так далее, вяжем изнаночными петельками. Третий ряд. Кромочную снимаем. Следующую провязываем лицевой. А теперь снова нам нужно с наклоном влево провязать следующие 2 петельки. Вторую провязываем лицевой, не снимая. Первую лицевой снимаем. Таким образом мы провязали снова наклон влево. Средние провязываем 4 штучки лицевыми. 1, 2, 3, 4. Теперь нам нужно сделать наклон вправо. Для этого с левой на правую спицу мы переодеваем петельки. Первую оставляем за работой. Вторую перед работой. И провязываем обе петельки лицевые. Таким образом мы провязали наклон вправо. Теперь следующий наклон влево вяжем. Вторую петельку лицевой, не снимая, провязываем. Первую лицевой. Все. Сделали наклон вправо-влево. Теперь снова вяжем средние 4 петельки лицевые. 1, 2, 3, 4. Снова делаем повороты. Наклон вправо и наклон влево. Наклон вправо мы будем делать снимаем. Первую за работой оставляем. Вторую перед работой провязали лицевой. Наклон влево, как всегда. Вторую провязываем лицевой. Первую лицевой. И тогда только снимаем. 4 средние. Снова провязываем лицевой. 3, 4. Снова наклон влево, наклон вправо. То есть сначала наклон вправо делаем. За работой оставляем 2 лицевые. И наклон влево. Сначала провязываем вторую лицевой. Не снимаем петельки со спицы. А затем первую лицевой. Все. Снимаем. И довязываем 4 лицевые. Довязали 4 лицевые. И последнюю, пятую лицевой, кромочная, изнаночная. Разворачиваем. Снова изнаночными. Пятый ряд. Первую кромочную снимаем. Провязываем 2 лицевые. Затем делаем снова наклон влево, так как у нас дуга ромбика идет в левую сторону. Вторую провязываем. Лицевой, простите, не снимая. Первую лицевой снимаем. Две средние провязываем лицевыми. А теперь снова нам нужно сделать наклон вправо, как идет ромбик. И наклон влево. Поэтому наклон вправо мы снимаем обе петельки. Первая за работой, вторая перед работой. Перекрещиваем и провязываем лицевые. Две средние провязываем лицевые. Теперь наклон влево. Можем снять, поменять местами. А можем, как всегда, вторую лицевую не снимая. Первую лицевую снимаем. Теперь снова две средние провязываем лицевой. Наклон вправо снимаем. Первая за работой. Вторая перед работой. Провязываем обе петельки лицевые. Средние две петельки провязываем снова лицевые. То есть сейчас мы чередуем таким образом, чтобы у нас ромбики, полосочки шли по своим наклонностям. То есть вот сейчас влево нам нужно. Значит мы можем поменять. А можем сначала вторую провязать, а потом первую провязать. Хотите, меняйте. Две средние провязываем лицевой. Теперь наклон вправо снимаем обе. Первая за работой, вторая перед работой. Провязываем лицевыми. Две средние провязываем также лицевыми. Затем снова поворот налево. Значит поворот делаем налево. Можем провязать, поменять. А можем провязать первую и вторую лицевой, поменяв местами. И таким образом мы уже сейчас провязали пятый ряд. Шестой ряд снова вяжем изнаночными. Седьмой ряд. Кромочную снимаем. Затем провязываем три лицевые. Один, два, три. Сейчас у нас ромбик идет влево наклон. Поэтому мы должны провязать наклон влево. Вторую провязываем лицевую, не снимаем. Первую лицевую довязываем, снимаем. Теперь идет ромбик наклон вправо. Мы должны снять петельки. Первую оставить за работой. Вторую перед работой. И снова лицевой провязать. Теперь средние петельки. Четыре мы провязываем лицевой. 1, 2, 3, 4. Снова наклон идет влево. Мы так и провязываем его с наклоном влево. Вторую лицевую, первую лицевую снимаем. Теперь наклон вправо снимаем полностью петельки. Первую оставляем за работой, вторую перед работой. И снова провязываем лицевой. Средние петельки 4 мы так и провязываем лицевыми петельками. Снова ромбик у нас идет наклон влево, значит мы влево провязываем наклон. Вторую провязываем лицевой, не снимая, первую лицевой снимаем. Наклон вправо снимаем первая за работой, остается петелька, вторая перед работой. И провязываем их лицевой. 4 средние провязываем также лицевыми. Теперь снова ромбик уходит влево, мы его так и провяжем. Наклон влево. И провязываем, довязываем до конца ряда лицевые, кромочная, изнаночная. Теперь провяжем все изнаночные петельки. Восьмой ряд. Девятый ряд. Первую кромочную снимаем, затем идет 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Теперь делаем наклон влево. Либо провязываем вторую, оставляем, провязываем первую, либо просто поменяем ее. Наклон влево. Теперь снова провязываем наши 6 лицевых. 3, 4, 5, 6. И делаем наклон влево. Вторую провязываем лицевую, первую провязываем лицевую, только тогда снимаем. Снова 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снова наш наклончик влево. Меняем, либо провязываем сначала вторую, потом первую. Как вам удобно, так и провязывать. Я думаю, принцип уже понятен. И так вот, довязываем 6 лицевых, наклон влево. Провязываем вторую, затем первую. И довязываем лицевые, кромочные, изнаночные. Десятый ряд провязываем изнаночные. Одиннадцатый ряд. Кромочная снимаем. Теперь вяжем 3 изнаночные. 1, 2, 3. Теперь требуется наклон вправо. Снимаем 2 петельки. Первую за работой, вторую перед работой. Провязываем их лицевыми. Теперь наклон влево. Провязываем вторую лицевую, не снимая. Затем первую. Снимаем. Теперь провязываем средние 4 петельки лицевыми. 1, 2, 3, 4. И делаем наклон вправо. Меняем петельки. И сделали наклон вправо. Теперь требуется наклон влево. Провязываем вторую, затем первую лицевую снимаем. Снова 4 лицевых. 2, 3, 4. И наклон вправо. Меняем петельки за работой. Оставляем первую, вторую перед работой. Провязываем лицевыми. Снова ромб требует наклон влево. Значит провязываем вторую лицевую, затем первую лицевую. Снимаем. 4 средние лицевые. Провязываем 4 средние. Затем снова наклон вправо. Снимаем петельки. Первую за работой, вторую перед работой. И провязываем их лицевыми. Наклон влево. Провязываем вторую лицевую. Затем первую лицевую. Теперь довязываем последнюю лицевую и кромочная изнаночными. Следующий ряд вяжем только изнаночными. Тринадцатый ряд. Кромочную снимаем. Затем 2 лицевые. 1, 2. Теперь ромб требует наклона вправо. Значит мы петельки снимаем. Вторую оставляем за работой, вторую перед работой. И провязываем лицевые. Затем провязываем 2 лицевые. Теперь наклон требуется в левую сторону. Либо провязываем вторую лицевую, затем первую снимаем. Либо просто поменяем их местами и провяжем лицевыми. Теперь 2 лицевые и снова наклон требуется вправо. Провязываем. Меняем 2 местами петельки и провязываем лицевыми. Теперь средние 2 лицевые. Наклон требуется влево. Значит провязываем вторую лицевую, затем первую. И 2 петельки средние лицевые. Теперь снова наклон требуется вправо. Меняем местами за работой. Оставляем первую, вторую перед работой. И лицевыми провязываем. Снова 2 средние лицевые. Провязываем лицевыми. Наклон влево требуется. Либо меняем местами. Первая перед работой, вторая за работой. Либо просто провяжите сначала вторую, затем первую. Две лицевые по серединке и наклон вправо требуется. Меняем местами. Первая за работой, вторая перед работой провязали лицевыми. Следующие 2 петельки провязываем лицевыми. И последние можете поменять местами. Вот так вот с наклоном влево. Провязать их лицевыми. Кромочная вяжется. Изнаночная. Провязываем изнаночный ряд изнаночными. 15 ряд. Первую кромочную снимаем. Следующую вяжем лицевой. Теперь нам требуется наклон вправо. Мы меняем первая петелька за работой, вторая петелька перед работой. Провязываем их лицевыми. Теперь средние петельки провязываем также лицевыми. Их 4. 3, 4. Теперь снова наклон нужен влево. Мы вторую петельку провязываем лицевыми. Снимаем. Первую лицевой. Снимаем. Наклон вправо. Снимаем 2 петельки. Вторую оставляем перед работой. Первую за работой. И провязываем. Средние. Снова у нас лицевые 4. Мы их провязываем. 4 лицевые. Так и оставляем. Теперь нам наш ромбик требует поворот налево. Мы снова либо меняем местами, либо сначала провязываем вторую, затем первую лицевой. Поворот направо. Меняем местами. Первую оставляем за работой, вторую перед работой. И провязываем их лицевыми. Снова 4 лицевые. Так и провязываем их. 4 лицевые. Поворот налево. Провязываем вторую лицевой, не снимая. Затем первую лицевой. Снимаем. Поворот направо. Снимаем обе петельки. Первую за работой. Вторую перед работой. И провязываем лицевыми. Довязываем лицевыми здесь до конца. И кромочная изнаночная. 16 ряд. Вяжем все петли изнаночными. Один раппорт узора у нас закончен. 17 ряд повторяем с первого ряда. Кромочную снимаем. Теперь делаем наклон влево. То есть петельки меняем местами. Первая за работой, вторая перед работой. Или просто провязываем сначала вторую, а затем первую лицевой. Средняя. Так и провязываем 6 лицевых. А затем снова, доходя до этих двух петель, где совмещение идет в верхушке ромба. Снова их с наклоном влево провязываем. Либо сначала вторую лицевую, потом первую. Либо меняете местами. Снова 6 лицевых. И затем доходите до верхушек ромба. Наклон делаете в левую сторону. То есть провязываете вторую лицевой, не снимая, а затем первую. То есть, как вы видите, повторяется все с первого ряда. И когда вы провяжете раппорта, вот я провязала два узора. Вы, если провяжете несколько раппортов, вот у вас и получаются довольно-таки крупные ромбы. Если я вот положу пальчик, то у меня ром почти как, ну так скажем, вот как мизинчик. Так вот, вот такой вот у меня ром большой получается. Если вы хотите поменьше ромб, чередуйте поворот налево. Затем не 6 петелек, а, к примеру, 4 петельки. Либо поворот 2 петельки. Ну, тогда получатся очень маленькие ромбики и не совсем красиво будет. Если вы хотите еще крупнее ромбы, еще плюс 2 петелечки добавьте. То есть, сделайте поворот, затем, к примеру, не 6 лицевых, а 8 лицевых. Затем снова поворот налево, 8 лицевых. И от этого уже опираетесь. То есть, и у вас пошло направление. Допустим, сначала вы делаете поворот направо, затем поворот налево. Между поворотами у вас будет увеличиваться количество петелек. А здесь будет уменьшаться количество петелек между вашими поворотиками. Если вы повернете налево, направо, у вас здесь уменьшается. А здесь увеличивается. Снова уменьшается, увеличивается, уменьшается, увеличивается. В общем, я надеюсь, что вам здесь, в принципе, все понятно. Ромбы состоят из поворотов налево, направо. И всего лишь из лицевых петель с лицевой стороны, изнаночных петель с изнаночной стороны. Как вы видите, с изнаночной стороны все довольно-таки выглядит аккуратненько. Немножечко видны ромбы, теневые такие, слегка. А так, в принципе, в общем, как изнаночная сторона и лицевая, выглядит все довольно-таки аккуратненько. Я надеюсь, вам мой видеоурок понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ровных петель к вам! Пока-пока!